Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучать раздел «Моя школа» и темы сегодняшнего урока «Сверстники, одноклассники, друзья». Сегодня на уроке ты научишься определять литературный жанр, рассказ и отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Ребята, давайте поиграем в игру «Угадай слово». Для этого мы должны помочь незнайке собрать слова. Наш незнайка перепутал все буквы. Давайте поможем ему. Молодцы, ребята! Первое слово – друзья. Второе слово – сверстники. И третье слово – одноклассники. Молодцы! Вы хорошо справились с этим заданием. А теперь, ребята, давайте узнаем, что означают эти слова. Друзья – достар. Это ребята, с которыми ты дружишь. Сверстники – хорбокурдастар. Это ребята, которым столько же лет, сколько и тебе. Одноклассники – санаптостар. Это мальчики и девочки, которые учатся с тобой в одном классе. А теперь, ребята, послушайте текст. Друзья. Олег и Миша были друзьями. Они везде были вместе. Оба учились на пятёрке. На Олимпиаде по математике Олег занял первое место. Все поздравили Олега, только Миша ничего не сказал. На другой день Миша пересел на другую парту. Олегу он сказал, что ему плохо видно то, что пишут на классной доске. Олег не понял, что произошло с другом. А теперь, ребята, ответьте на вопросы. Назови имена друзей. Как они учились? Где Олег занял первое место? Как поздравил Миша друга? Что Миша сделал на другой день? Как он объяснил Олегу свой поступок? Можно ли назвать отношения этих ребят дружбой? Молодцы, ребята. Я надеюсь, вы все правильно ответили на эти вопросы. А какими качествами должен обладать настоящий друг? Ребята, внимательно прочитайте эти слова и выберите только положительные качества. Молодцы, ребята. Настоящий друг должен быть честным, доброжелательным, отзывчивым, общительным, вежливым. Молодцы. Вы хорошо справились с этим заданием. А теперь, ребята, познакомимся с признаками рассказа. Рассказ – это литературный жанр, в котором есть начало, основная часть и концовка. В рассказе описывается одно-два события. И в рассказе должно быть небольшое количество героев. А можно ли текст «Друзья» назвать рассказом? Докажи. А теперь, ребята, выполним упражнение четыре. Нам даны опорные слова. Вы должны из этих слов выбрать только те слова, которые ты ценишь в друге. То есть вы выбираете те слова, те качества, которые ты ценишь в друге. Рефлексия. Выбираем смайлики. Если ты всё понял, ты выбираешь зелёный смайлик. А если тебе не всё понятно, ты ещё должен повторить, то ты выбираешь жёлтый смайлик. А если ты вообще ничего не понял, если тебе было очень трудно и тебе нужна помощь, ты выбираешь красный смайлик. Но я надеюсь, что нет таких у нас учеников, которые ничего не поняли. Домашнее задание. Расскажи о своём друге. Вы должны будете написать 4-5 предложений на тему «Мой друг». На этом, ребята, наш урок окончен. Спасибо вам. До свидания.